Здравствуйте! Хохлома ты моя хохлома! Давайте вот сразу как-то договоримся, что мы не будем в комментариях обсуждать сам момент хохломы. То есть, кому-то она, большинству из нас она в принципе не нравится, кому-то она нравится, так этот нож создают, скажем, его авторы, у них такое видение. Как правило, Кизляр делает варианты и с хохломой ножей, и без оной. Скорее всего, я думаю, хохлома, она предназначена для того, чтобы привлекать туристов, чтобы какие-то зарубежные туристы покупали этот нож более бойко, потому что местный народ, как правило, ругательно ругает эту самую хохлому. Одним словом, ребят, давайте лучше поговорим о ноже и не будем, скажем, распыляться, растекаться мыслью по древу в комментариях на тему вот этого вот рисунка, на тему вот этого травления. Итак, нож-глухарь, художественно оформленный, производство ООО ППП Кизляр. Значит, сталь у нас здесь восьмерочка, мною любимая, АУС-8 и накладки рукояти «Кавказский орех», который мне тоже очень нравится, как природный материал. И, скажем так, это третий у нас нож, который я вот сейчас рассматриваю, я специально держу его так, чтобы сильно не бликовало камеру, который я рассматриваю именно как, скажем, вспомогательный нож для выхода на природу, для выхода в лес, нож номер два. У-5 на меня произвел очень хорошее впечатление. Охотник малый на меня произвел просто замечательное впечатление. Этот нож, он за свои деньги просто великолепен. Честно сказать, логику глухаря я лично не понимаю и хочу, чтобы вы мне помогли с этим ножом немножко разобраться. Стоит он 2600 рублей, длина у этого ножа 260 миллиметров, длина клинка 130 миллиметров, ширина клинка 39 миллиметров, широкий достаточно клин. Толщина по обуху всего 2,4 миллиметра. Вес 179 грамм, хотя, на самом деле, по ощущениям, гораздо он легче. Что я могу сказать? Я могу сказать, что, на самом деле, я понимаю, конечно, что по логике своей это шкуросъемник, правильно? Правильно. То есть, он по своему очертанию является шкуросъемным ножом. Плюс здесь, скорее всего, форму клина я бы определил как дроп-пойнт, но само предназначение этого ножа, вот для меня немножко неясно. Давайте вначале посмотрим на ножны. Ножны у этого ножа такие, опять же, нарядные, рассчитанные на туриста, красивые, пахнут кожей и сделаны из такой толстой кожи. Одна петелька и, скажем так, нож все-таки не вылетает при каком-то потряхивании. Плюс, мне очень нравится именно вот в этих вот сериях, когда то же самое мне понравилось у Терека, по-моему, было, если я не ошибаюсь. Нет, не у Терека, у какого-то другого ножа, что идет четкий вырез в ножнах под форму рукояти. Это действительно замечательно. Закрывается вот так вот на клапан. Одним словом можно сказать так, ножны как ножны. Если у вас эти ножны висят на поясе, скажем так, джинсов, то рукоять расположена довольно высоко, но нож, я думаю, удобно будет доставать. Почему? Потому что он небольшой в размерах сам по себе. Повторюсь, нож вот мне он как-то на 179 грамм не кажется. Мне он кажется гораздо легче. Сейчас посмотрим. Сбалансирован он просто замечательно по указательному пальцу. Посмотрите, какая обалденная у этого ножа рукоять из Кавказского ореха. Толстенная, просто толстенная. Четко выраженная подпальцевая выемка под указательный палец переходит вот в такой вот упор, который даже при известной фантазии можно и гардой уже назвать. Немного скругленная спинка. Здесь, я не знаю, брюшко это, не брюшко, но пускай будет некое подобие. Клин расширяется и очередная непонятная для меня вот эта загогулина, которая мне очень не понравилась на ноже охотник малый. То же самое, сразу говорю, она мне и здесь не нравится. Вот этот вот псевдостеклобой с отверстием для темляка. Для чего он нужен? Вот кому он нужен и кому он пригодится? Он убивает напрочь обратный хват. Так обратный хват довольно удобный. Мне нужно палец как-то вот, сейчас покажу, как-то мимо ставить. Вот так, кстати говоря, нормально. За счет того, что жопка очень широкая, у меня получилось вот так вот поставить палец и обратный хват довольно-таки уверенный, удобный. Конечно, здесь сама по себе форма рукояти исключает какое-либо соскакивание на режущую кромку указательного пальца в принципе. Посмотрите, как далеко и как мощно. Большой палец, но вот у меня лично вот сюда вот при таком хвате как-то без особого, скажем так, фанатизма встает и обычный такой молоточный хват тоже для меня лично не очень комфортен. Почему? Потому что у меня пальцы не попадают тогда вот в эти выемки. Здесь получается вот в этом месте пустота. Но, в целом, рукоять мне очень нравится, действительно, своей, ну, во-первых, она приятная на ощупь, во-вторых, своей толщиной и немножко, конечно, меня раздражают вот эти заклепки. Почему? Потому что я уже говорил не раз и не первый раз здесь скажу, что я считаю, что если у нас нож рассчитан на какую-то работу, на какую-то влажную работу во влажной среде, то рано или поздно здесь появятся трещины, дерево, оно постоянно играет при намокании, высыхании и наверняка будут какие-то вот здесь могут быть какие-то проблемы, скажем так. Это, опять же, мое личное мнение. Вот, то есть, первый непонятный момент для меня, почему фуллтанк? Ну, ладно, фуллтанк, скорее всего, потому что просто это было очень просто сделать. Не заморачиваться, никакого всадного там монтажа, ничего, просто берем тонкий клин, тонкий хвостовик и на две заклепки ставим две ореховые плашки. В принципе, это удешевляет производство и это тогда понятно. Сам по себе клин. Вот сам по себе клин, он как бы, он как бы здоровский, как бы классный. Первый у меня вопрос. Вот почему вот здесь идет вот такой переход. Что это за пятка? Что это? Для чего? Для чего? Почему вот, ну, то есть, я понимаю, что это возможно было для того, чтобы сделать вот эту вот дикую, гигантскую, скажем так, вот эту гарду, да? Но, получается, работать-то неудобно будет. Сейчас мы посмотрим, я какой-нибудь, да, тот же самый карандашик возьмем. Посмотрите. То есть, вот это все пространство вот здесь, как я им буду работать при каком-то обычном резе. При строгании, да, хоп, и поехали. Погнали наши городских. А нарезать. У меня рабочие, скажем так, рабочая часть режущей кромки при нарезке, например, продуктов начинается вот отсюда и до кончика. Вот оно. При нарезке продуктов у меня вот это место вообще не работает. Оно, как правило, и у обычных ножей не работает. Почему? Потому что, ну, вот это место, скажем, оно, в принципе, не тупится, если вы режете вот так вот. Это понятно. Но здесь, скажем, почти сантиметр еще воруется. То есть, меня заставляют еще больше вот так наклонять при работе клин. Дальше. Вот я не являюсь, совершенно не являюсь охотником и не сталкиваюсь с каким-то шкуросъемными работами, но сама по себе концепция такого сверхтонкого ножа, сразу скажу, можете не писать в комментариях. Я понимаю, что 2,4 миллиметра, это потому что при такой форме рукояти, если запилить толще обух, то это будет холодное оружие. Для того, чтобы сделать нож хозбытом, сделали 2,4 миллиметра. Тогда я логики не вижу в том, что можно было сделать тогда, окей, без вот этой вот гарды, без вот этой вот супер, скажем так, супер упора под большой палец, как-то здесь вот просто сточить, сделать обычный вот такого вот, не знаю, чем прикрыть, вот такой формы нож, шикарнейший был бы нож, вот такой вот формы, убрать вот это вот место и запилить, ну, миллиметра 3,5-4 на обух. Класс! Здесь, с другой стороны, опять же, я прошу, как бы, мнение охотников, мнение ребят, которые вот занимаются шкуросъемным процессом каким-то, может быть и удобнее с таким тонким обухом иметь вот такой вот инструмент. То есть, скажем так, если у меня первым номером идет топор, мачете или крупный нож, там, я не знаю, если от кизляра брать, пускай это будет милитари, егерь, там, при известном сумасшествии бургут, значит, то этот нож идет вторым номером. И тогда получается, что вся мелкая работа, какое-то строгание, та же самая, тот же самый, скажем так, отделение шкуры, оно на этом ноже. Тогда получается, что этот вот тонкий обух, он как бы оправдан, потому что при какой-то грубой работе, ну, я не знаю, я не уверен, что нож выдержит какие-то действительно очень мощные нагрузки, несмотря на то, что такой широкий клин 4-х сантиметровый, по-моему, да, почти 4 сантиметра ширина клина. Одним словом, спуски здесь у нас идут вогнутые, меньше чем от середины ширины клина, но при таком толщине, при такой толщине обуха, это вообще не проблема, я думаю, что нож будет резать очень достойно. Мне интересно, скажем так, как этот нож поведет себя при той же самой нарезке продуктов. Я скажу сразу, вот, чтобы у вас не создалось впечатление, что я этот нож поругал, я не могу сказать, вот, мне конкретно не нравится только вот эта часть, вот здесь. А так, этот нож просто, у меня появилось много вопросов по нему. Удобно это будет, неудобно, качественный ли будет рез, некачественный, насколько это удобно для тех же самых охотников, с учетом того, что если вы работаете с деревянной рукоятью, по там, крови и по коже, и по всему, по всему, по убитым животным. То есть, у меня действительно возникло много вопросов, я бы хотел их услышать. И самое главное, я думаю, что какой-то окончательный вывод по этому ножу я сделаю только после тестов, потому что у меня нет уверенности, например, что им удобно будет строгать. Широкий клин вполне возможно будет просто подкручивать. Вот здесь вот при каком-то мощном строгании будет действительно подкручивать у меня кисть. Я не знаю, это нужно проверить. Думаю, что этим ножом будет неудобно чистить картофель, если говорить о продуктах, и удобно будет делать обычную нарезку, там, помидорчики, лучок, пятое-десятое. Думаю, что им удобно будет разделывать ту же самую курицу, синюю птицу. Посмотрим. Одним словом, у меня этот вот сегодняшний обзор, он такой открытый. Я думаю, что мы сделаем с этим ножом тест на кухне, потом сходим в лес, и вот в конце, наверное, лесного теста, или в конце кухонного теста, если он пойдет второй очередью, я скажу какие-то свои выводы и поделюсь вашими какими-то выводами, которые вы мне, надеюсь, все-таки сообщите и присоветуйте. Очень неоднозначный нож, я на самом деле, так-то он, в принципе, симпатичный, и рукоять мне нравится именно под большую руку, что она толстенная, такая здоровенная, но насколько вот он будет в работе, посмотрим. Ну и, конечно, напоследок скажу, что здесь у нас надпись Кизляр сделана в России и клеймо Кизляра. Название ножа не стоит у нас здесь нигде. Сталька, как я уже сказал, АУС-8, нержавеечка наша. Сведение, ну, сведение традиционное. Кизляровское сведение. Что позволяет мне предполагать, несмотря на толстое сведение, что так как это восьмерка от Кизляра, нож будет резать очень достойно, потому что все ножи от Кизляра с восьмеркой на Клине резали у меня на тестах очень достойно. Напоследок, один небольшой, скажем так, прикол, шутка. На самом деле, по документам этот нож идет как нож Кизляр-Глухарь-ХО. То есть, я на самом деле подорвался как бы на этот нож, когда в первый раз прочитал название, еще не глядя, у меня сразу же я сделал там стойку, когда делал заказ. Почему? Потому что я воспринял ХО как холодное оружие. Я подумал, ничего себе, это в Эстонию запросто так могут кинуть холодняк. Оказалось, что он просто художественно оформленный. Спасибо за просмотр. Наверняка обсудим этот нож немного позже еще раз. Всего доброго!